Сегодня мы поговорим о плавании тел. И начнем мы с самого простого вопроса. Почему одни тела, такие как этот корабль, плавают, а другие тонут? Может показаться, что плавают легкие тела, а тонут тяжелые? Но этот корабль весит 200 граммов и плавает, а этот грузик весит всего 100 граммов и тем не менее тонет. В чем же тут дело? Великий Архимед, который задумался над этим вопросом, рассуждал так. Существует такое тело, которое не тонет в воде и не всплывает в ней. И это тело сама вода. Мы можем мысленно выделить какую-то часть воды внутри сосуда, и эта часть не будет ни тонуть, ни всплывать. Какие же силы действуют на это водяное тело? Во-первых, это сила тяжести, и она направлена вниз. Но почему тогда это тело не падает вниз под действием силы тяжести? Потому что на него со стороны окружающей воды действует выталкивающая сила, которую мы сегодня называем Архимедовой. Поскольку это тело не всплывает и не тонет, эти две силы уравновешивают друг друга, и отсюда следует, что Архимедова сила в точности равна весу выделенного водяного тела. Теперь заменим водяное тело другим, имеющим такой же объем, но более тяжелым, и значит более плотным. Вес тела увеличился, а выталкивающая сила со стороны окружающей воды осталась прежней. Теперь сила тяжести перевешивает, и тело более плотное, чем вода, будет в ней тонуть. Возьмем теперь такое же тело, плотность которого меньше плотности воды. Архимедова сила осталась той же самой, а сила тяжести на этот раз меньше Архимедовой силы. Архимедова сила перевешивает, и тело, менее плотное, чем вода, всплывет и будет плавать на ее поверхности. Итак, если средняя плотность тела равна плотности жидкости, то это тело висит в толще жидкости, не тонет и не всплывает. Если средняя плотность тела больше плотности жидкости, то тело опускается на дно. А если средняя плотность тела меньше плотности жидкости, то это тело всплывает на ее поверхность. Среднюю плотность тела, равную плотности воды, имеет большинство обитателей водной среды. Похожие на желе медузы состоят в основном из воды и парят в окружающем их водном пространстве. Рыбы не всплывают и не тонут, но висят в воде за счет плавательного пузыря, наполненного воздухом. Он компенсирует вес костей и других частей тела, плотность которых больше плотности воды. Плотность человеческого тела близка к плотности воды, и любой человек может лежать на поверхности воды, перевернувшись на спину и набрав в легкие воздуха. Мы уже разобрались с тем, почему одни тела плавают в воде, а другие тонут. Но остается еще один вопрос. Насколько погружаются в воду тела, плотность которых меньше плотности воды, и которые плавают на ее поверхности? Вот этот кораблик, у которого под воду погрузилась вся его красная часть. Почему он погрузился именно на такую глубину? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы взяли легкую пластмассовую баночку. Поставим ее на воду, и мы видим, что баночка почти не погружается в нее. Так что весом баночки в этом опыте можно будет пренебречь. А теперь мы зальем внутри баночки подкрашенную воду. И мы видим, что по ходу заливания уровни воды внутри баночки и снаружи нее практически совпадают. Все это выглядит так, будто бы вода плавает в воде. Сейчас баночка погрузилась в воду по синюю линию, и в нее залито 500 кубических сантиметров подкрашенной воды. Масса каждого кубического сантиметра воды составляет 1 грамм. Это означает, что в баночку загружено 500 граммов воды. Но какая разница, чем загружать баночку? Давайте положим внутренне ее 500 граммов латунных грузов. И баночка снова погружается по синюю линию. Мы можем сделать вывод. Когда тело плавает на поверхности воды, оно погружается на такую глубину, чтобы вес воды в объеме его погруженной части был равен весу этого тела. Уровень погружения зависит не только от плотности тела, но и от плотности жидкости, в которую оно погружается. Возьмем два одинаковых тела и опустим одно из них в более плотную жидкость, а другое в менее плотную. Объем погруженной части в первом случае будет меньше, а во втором больше, чтобы вес вытесненной жидкости в обоих случаях был равен весу тела. Поэтому плотность жидкости можно измерять по глубине погружения в нее специального прибора, ориометра, о котором мы сняли отдельный фильм. Посмотрите его. Уровень, до которого погружается в воду загруженный корабль, называется его ватерлинией. Мы уже знаем, что этот уровень зависит не только от веса корабля, но и от плотности воды, в которой он плавает. Соленая вода плотнее, чем пресная, и поэтому в соленой воде корабль должен погружаться на меньшую глубину. Плотность морской воды зависит не только от ее солености, но и от температуры. Поэтому положение ватерлинии будет изменяться в разных водах в разное время года, и эти уровни указываются на так называемой грузовой марке судна. Самая маленькая плотность у тропической пресной воды, и судно сидит в ней глубже всего. А самая большая плотность у зимней воды в Северной Атлантике, и в ней судно сильнее всего выступает из воды. А теперь мы опустим внутрь аквариума большой кусок льда. И можно представить себе, что это такой айсберг, у которого 9 десятых находится под водой, а 1 десятая объема торчит над поверхностью воды. И как вы думаете, если подождать, когда весь этот лед растает, изменится ли уровень воды в аквариуме? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok